дамы и господа здравствуйте шалом православные с вами человек который любит чтобы его называли денис не дядя денис не денис дмитриевич не вот м.д.д. или как угодно просто денис настя поняла денис спасибо я конечно могу сказать что я сегодня символизирую что-то модное какой снег вы чё короче у нас сегодня выпуск я уже с ребятам сказал что это знаете происходит так когда ты перетрахался во всех позах и во всех местах ты еще что-то новое да реально снег пошел вот мы наверное в тпп что-то типа плюс минус то же самое нам хочется брать разные локации мы решили пойти в лес и попить пиво да и вот сейчас вы наблюдаете как осень число как осень число ли 6 6 день как я бухаю соответственно до 4 мая идет снег мы в карельском лесу короче мы шелдон мы сделали небольшую подборку по пивасу по какому принципу мы это делали с тобой мы пришли покупать продукты в ленту на дачу и купили пиво на еще немножко охренели о ценном и вроде уже об этом говорили ребята родные мы выпустили уже записали видос о импортозамещении алкогольной продукции там и вискарий и текила и все денису очень понравился выпуск настолько что он чуть не исполнил а арию и рогалетто а вот от импортозамещенные текилы да короче видос уже записан он есть на бусте если что как только на этом видосе собирается 10 тысяч лайков мы его запускаем это уже отснятый материал если вам это вдруг будет интересно правильно я сейчас смотрю вдаль вглубь леса и понимаю что мне 43 года я сижу 4 мая хер знает где в лесу и записываю как я пью пиво на дереве а вы не поняли это не единственная локация мы придумали три локации по лесу будем идти не придумали на выходных найти надо бочкарёв я кстати сто лет все ты насиделся сто лет от них ничего не видел кто-то купил и на этом все закончилось для бочкарева да чтобы уж совсем вы не стебались по поводу меня лена выглядит вот так ну да хайники все там же на тельмана они производятся надо так а фотку мы сделали бычкарев светлый еще было бычкарев белая по-моему белая но так как не лёша не я особо не чтим пшеничку и все что с ней связано мы решили ее не брать но это может очень делает да я боюсь что на тебя упадет дерево даме неудобно ты-то уселся там а я тут как знаешь как поверь мне ты же здесь не уселся почему ты очень длиннопалый ребят видите вначале я был жирнопалый следующая ступень будет следующая ступень эволюции это хотя бы макака я сегодня кстати сказать считал на 2 ч по моему новость по поводу того хорошо что иногда не понимает шуток я слышишь девочка сделала операцию по увеличению ног на 16 сантиметров за стоимость стопы в смысле ну нет стопы именно вот здесь и расхерачивали в длину да ну как будто бы 16 сантиметров можем 6 гулять так гулять надо было не а у нас это же методика по увеличению длины ног она пробирована уже сто лет как назад с помощью аппарата или зарова эти ноги вытягивают только не только в путь ну там не то прям разбили все что-то она говорит что разу не она до их до их пилят и аппаратом начинает вытягивать кости же когда они рядом находятся они клетки начинают там какие-то биологическая реакция хитрая и начинают тянувать друг другу и подрастать потом это снова дробится и вот потихонечку нарастает козу кост до кост шелдон уйди от штатива лось ты кого-то бы кого-то телеса мало реально стал стоить блин ну давай я уже подожди а чё он закапывает опять не могу рядом со штативом все время чем закапывает может видос говеный будет по-другому я это показать не могу да надо понимать что реально сегодня я никогда в жизни помни пил 6 дней подряд у меня отпуск и вот что я перебью ребят вы не думаете что вот это вот прямо алкашина стоит но по внешнему виду да уже готов на теплотрассе жить но да но в лёшном понимании пью это он ни разу за эти шесть дней не напивался чтобы вдрызг то есть да он был подпитенький но и пьяненький был но не пьяный то есть все сам факт того что я выпиваю 6 дней подряд даже вот пиво вчера я выпил же выпил выпил ты водки со мной вчера выпил да и не один раз в грудку заходила грудка вкусно было надо сказать пиво кстати нормальная сладкая немного сладковатое но приятное хотя в лесу это за что сейчас в лесу плюс 7 снег да все нормально что опять что шелдон ну давай древо не ссысо но к блин давай что здесь вот иди вот здесь майл уже смог в маске и ты сможешь он там по деревьям не лазал уже вот сюда он залезал ну да лайк зашел бы на какой-то у ребят у нас есть спонсор наконец-таки это елена александровна это некий канал в телеграм-сообществе который творит всякую интересную контент короче на самом деле без прикола очень классные статьи я уже рассказывал по поводу дзена что есть имейте ввиду она короче что сказала она решил даже немножко разыграть призов каких-то так понимаю да она мечет там отправила суть в том что там сейчас 3000 человек и когда будет 5000 она разыграет сертификат по моему она сказала давай первое место сертификат на 3000 рублей да второе скидка на весь ассортимент мерча 50 процентов и третье место секретный пак пиво вот да у меня тоже дзен есть но я ничего разыгрывать не буду нет это не на дзен на самом деле если честно собираетесь если в петербурге ехать вообще просто какие-то места у меня даже рассказывал вчера лени даже мои знакомые она сделала подборку например по хорошим рюмочным до которые у вас ну точно не будет вопросов вы то придете будет вкусно поэтому но я думаю такую подборку тебя еще будет что-то похожее скорее всего поэтому вот имейте ввиду ссылочка на лену в описании розыгрыш она проведет я все проконтролирую все будет по чесноку еще пахнет этим самым мокрым деревом кого-то грибами немножко ну естественно целлюлеза грибы вот они вот прям вон растут мы вчера пошли в лес вот и первое что денис начал делать он нашел грибы я сейчас приложу фоточку вот такие я если бы вы приятно собирал только что я они-то точно это есть не буду потому что они ссутся с и кунки я насобирал этой саркацифы которые красненькие как кубки такие она хорошо маринуется если там я сейчас соевый соус найду то сделаю соевым соусом с луком и съем и даже не надо будет отбиваться от желающих чтобы я поделился потому что никто это больше есть не будет выглядит очень своеобразно и такие как красные точечки знаете как пепеломы как будто на теле пепелома вот я только из-за этого бы их не стал собирать потому что выглядит стрёмно но вот он говорит что очень вкусно он вместе кстати лосиное говно показал а мы знакомим лёшу с дикой природой знаете ли а то все по городам да да селом он-то кроме лошадиного не видел у нас у нас кстати закрылась я тебе рассказывал нет у нас закрылась конюшня а по ней куда дели по ней продают на мясо я тебя спрашивал пони же едят скорее всего кони конь я думаю да это бастурмы из нее наделать или кого пони лбасы как называется колбаса из кровавая колбаса из коня же искусная какая-то кровавая колбаса из коня это название какой-то книги детектива из 90-х смертельное убийство кровавого коня он сегодня принес палку блин не забудь бы сфоткать я вам просто покажу и на абсолютно серьезных шикщах назвал это это могучий яблоневый посох как это так понятно да но я спилил яблоню которая сломалась зимой и там была очень красивая палочка чё нет гарри поттер то наш такая дубина как и там гарри по гарри поттер с этой писюлькой бегал блин там можно так приложить я версию для взрослых не смотрел ну чё попил норм да и нет такое впечатление что у нас моего студенчества не изменилось бочкарёв да я его последний раз по моему в институте пил в институте да или с тобой там мы когда-то может брали бочкарёва не один из когда мы уже начали шоу по вот это вот того самого бочкарёва вот этой вот в классической форме уже не классической точно не было мне я имею ввиду как форм-фактор название бочкарёв мы скорее всего брали хотя бы раз вот так вот именно чтобы бочкарёва специально себе купить дик это да это институт там второй третий курс наверное но кстати у нас будет обзор немножко попозже выйдет по поводу этого-то поездки дениса в крым ой в крым господи в сочи и целый набор городов там к слову по поводу того что пиво там есть он привозил при привез сказал типа ну скорее все все так себе будет а в целом то ну там вот нечто похожее что мы сейчас пьем ну может чуть-чуть что-то похуже было лучше что там 6 же было бутылок там половина того пива которое мы пили она типа оля улю аля улю да она типа живое это понятно там грязное производство все остальное не ставят там шесть-пятнадцать дней срок хранения естественно она не доедет никогда оттуда сюда если я везу его я в машине с отдыха кстати уникальная хрень я такого не видел чтобы масс-маркетовская пиво условно масс-маркетовская магазинная пиво в таких бутылках был срок годности 30 дней до 15 дней там была бана бутылка но замуж на столько завтра то видимо производства что там вот надо либо постоянно хранить при нуле градусов чтобы ничего не замерзала либо выбивать на в первую неделю до сплости немножко охота крепкая день горшим а это криво ли нет это охота платиным 6 5 мягкий вкус так не крепкая же около охота крепкая а ну это типа знаешь как синоним что ли это уже слышал охота она какая бывает крепкая а слушая была охота вишневая или меня приключила была помощь по-моему даже того как-то пили и как бы даже не сильно то мы уж так-то уж прям бомбили ну конечно не бельгия у нас ездить своя вишенка сегодня на торте да с них угодно есть она мы подборка максимально странная я вам честно скажу сегодня и пиво и то и сё ну просто в ленте посмотрели там куча новинок куча импорт это большие ленты которые мы решили взять две сиськи два пива и два энергии энергетика ну типа короче а-ля вот эта вот история а-ля а-ля улю зачем я бы то есть ты не говорю я может быть даже не тоже вы не говорил бормотуха говналин как мы называем но вполне вам возможно это что-то нормальное но как будто бы немного кислинки немного железки в целом неплохо она как зашка типа крепкая light ну странно конечно звучит как разбавленная крепкая ну да как будто убавили градус немного но помнишь крепкая же охота она такая немножко спиртуозная всегда была но такая уходил ну мягко говоря птицы ребята вы бы видели что сегодня насрал на денису машину вяхер я не знаю что это был какой-то вяхере уровня вот из гарри поттера ну чё за пиво скажешь я бы второй раз не купил вот бочкарёва я купил бы и бочкарёва второй раз не купил почему он что-то из сумки достал нет он где-то вымазался и сейчас пытается вот вытереться уж если есть собака это поверьте я знаю кто это начало пойдем дальше а в закуску попробуем кончатся да к ней давай зря и тащили что ли блин я пока на самом деле быть криво выпью еще так это у нас кальмар hot taste hot taste наверное здесь как раз два кусочка вот когда наконец будут класть вообще один кусок упаковка тоже но не обманули по погоде реально же снег уникально просто до майских праздников в питере было 23 градуса 24 как только майские праздники сразу холодно и все не какое-то ему давай но я значит такое-то полотенчиком и все называли ну вот которая вот нажимаете в разливая продается на вкусная потому что она таким как обсыпка сделано кальмара приобретает вкус того в чем он вымочен или зато бляпан в это паприка паприка и соль в целом съедобно называется таранка как судноименного канала тарана чтобы по ты не помнишь сколько она стоит рублей 70 здесь два кусочка кальмара который стоит ноль себестоимости и паприка ну ты не можешь посчитать сколько это стоит запаковать всякая же дизайн упаковка и вот это вот просто ваку вакууматор мне не очень бочкалёв налил я говорю мне не очень закуска мы это не оставим так мы это заберем с собой что правда вы меня правда себе объясняю что знаешь там будут на прибегу же новые люди можете проверить что мы ничего не оставили он сейчас вам геолокацию скинет он здесь вот появится ты уверен в этом ладно мы двигаемся дальше пробовать следующие напитки до дна да конечно дна ребята немножко экстренное включение просто покажем где гуляем как называется здесь же недалеко проходила линия гейма да тут и проходила вот так просто чтобы вы понимали где мы тут отдыхаем это будет картинка только статичная весь болотца находятся вот здесь везде лучше даже покажу я не знаю какой хера это показываю в пивном шоу конечно ну где если не здесь единственно переживаю немножко за змей и за медведей а что ниша в брат 2 был так включил с такой же шоу ты на какого-то спивающегося егеря похож лесник такой знаешь блин на самом деле ребята если такой формат зайдет то у нас лето еще впереди у нас тут речка есть красивыми видами не у нас вчера уже возилась идея короче вообще в лодке записать ну типа на рыбалке мы все время говорим с удочками посидеть нам только 2 2 лодки надо было что было зачем со мной камеры должна стоять будет на одной стоять еще ну принципе да но там вещь там колдаюбина будет но херст так чем мы встать рядом с берегом и камеру на берег поставить сидеть а ну да кстати точно так вот так и надо сделать кстати сказать а ты как делают вас река же давай стуборга сказать по правде может картинка херенные фотки херенные остаемся же не надо опи он там не надо дрюкаться с этим светом грёбаным да такого солнца не выползла зараза сейчас и к нам затылок подсветит и хочу такого тубор комикс манга пэшн а манга пэшн это значит что это что это манга маракуйя излюбленная всеми сочетания фруктов крафтовики по-моему вытрахали от и до эту историю сочетания этих фрукт даже мы помда да неоднократно ну да при всем при том я могу сказать честно я манга конечно люблю но денис это называется природный контровой свет я прямо как вижу как у меня светится лысина сзади блин не хватает цибули кого жизнь сигареты цибули не называлась здесь захотелось цибули картошка или нет цибули не у нас так говорят циба циба у нас есть циба циба у вас это где ну судя по того как ты у меня в стае я вот только что сказал что следующим этапом твоя эволюция будет скорее всего в хорошем смысле макака но нет у нас так называли в школе я же не говорите про студенчицей булли циба 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 есть циба раньше же помнишь сигареты продавали поштучно сейчас наверно нет такого уже я думаю нет сейчас он только вот это поштучно я помню я покупал поштучно ну да кстати какие-то сигареты даже дешевле получалось блин я бы сейчас петра бы покурил реально черного у меня первые сигареты которые я курил это был петр черный так ну в затяг шелдан он там пьет или жрет что-то я понять не могу лен шелдан колбаска он все бежит 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 могла бы и побежать все бежит бежит он пил наверное не ел ну и что пришел и оптер об меня все ну все 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 нормально молодец и дальше ладно давай а ты помнишь когда первый раз курил сигареты попробовал в школе ну естественно в затяг для ну сразу за тебя не в затяг даже не пробовал тебя шторонула не моментально ты чё я до сих пор помню это ощущение головокружение представляю если от первый раз от сигареты такой шашель творится первый раз наркотики зло да вы не одобряем что хочу тебе сказать ну ну это еще может просто вода с ароматизаторами это лимонад я не знаю как это назвать здесь единственный плюс этого напитка вот единственный плюс который я могу для себя найти это то что там есть алкоголь все уже они солоду на солоде дело как думаешь и дорого сто процент не наоборот они именно на солоде это и делать как раз самый дешевый вариант изготовления приторно очень и вкуснее натуральный но о чем мы хотим ребята это стоит не овер дохера каких денег дайте я сниму наверно мне кажется что у меня там что у тебя там а ты вот всегда так эти панамы носишь и шею не натирает я вот это панамка дениса как бы не дениса фэшн индустрия в россии под под ударом находит слушай я никогда не увлекался модой но ты заметил могу тебе честно сказать как-то я нигде услышал там какие-то валентина есть да что-то еще такое вроде есть дольче габбана да лучше дом гуччи смотрел кого дом гуччи да а это где тел девочка ты его леди гага вроде ну по-моему да леди гага леди гага я тоже смотрел ну и чё как тебе да говно что леди гага говно что дом гуччи говно как фильм если честно ну история эта прикольная прикольная история то что мы вчера начали смотреть по рекомендации твоих подписчиков да мир мир дружбы жвачка мне понравилось но только единственное пересмотреть будет немножко концов предыдущих как-то как ты говоришь я шестой день не так не напился конечно но что-то как-то да сука нам было взять реально обычно нормальных сисек они вот этой залупы и таскать вот с собой эту тяжесть по лесу тачку можно было взять я не про бмв z4 он кстати купил а мы об этом говорили два расскажем как это произошло ты реально подумал что если купил кабриолет а все замели разговор короче мы едем домой денис у меня потусить а он как раз второй или третий день вот первый первый день первый день запоя первый день да и вы что-то короче видно видно веселее такие я говорю денис сейчас подъедем ну как навеселе я вообще-то за рулем ехал это вы там все навеселе я ему предлагаю я вообще не помню почему он давай на такси бы доехали а ты видишь как все сложилось ты вот с этой машиной уже шестой день не вылезаешь и мы все на ней вот курсируем вот на секунду то да какой правильник денис а короче за чем-то машина это такси ездит на этой машине и люди обламываются типа принесла маму вы на я чувствую себя как будто бы знаете едешь снимал как будто бы хочет быстрее добраться чтобы быстрее выпить потому что ну сложно смотреть на трезвых ой на пьяных людей объективно особенно когда все веселые я лучше сам вас довезу до точки чем вот выслушивать вот товарищ водитель а можно я участвора не пахнет я здесь окно открыл и все не я лучше сам вот тут побуду товарищем водителем сейчас был косплей на меня это понял по моему очень удачка когда такое было я сейчас не помню а у меня вот . пил она не брызгает кстати а я самый такой вот хоп ты не допил в итоге у меня дома осталось да да она она так вот мы едем я за рулем он говорит только сейчас надо будет у него когда выезжаешь ворота там есть место парковочная под крышей для двух машин и он говорит мне только надо будет тачку убрать я какую тачку он говорит да эту бэху и у меня сразу мозг переключается я думал купил вторую тачку бэху я говорю а чего за тачка тогда он говорит да там это с открытым верхом двухместная там просто крыша сломана хозяин по быстренькому сдавал нету денег эти крыши ремонтировать бмв сервисы сами понимаете все дела и вот он сидит что-то нудит про эту бмв рассказывает что надо летом будет крышу чинить блин что машина на самом деле прикольная у него на полном сервизе спрашиваю но она естественно за 4 серебристый он такой давай конечно серебристая когда в других цветов по мне было хотя вроде были я вспоминаю вроде красный и черный я видел желтая есть но не суть мы приезжаем останавливаемся начинает открывать ворота выходит горит часа тачку отгоню и сразу заезжаю я уже подъезжаю к воротам начинаю заезжать вижу выбегает с этой тачкой на двух колесах серебристого цвета и представляет ее в сторону это было смешно я причем вы поняли я был пьяный он уже сам верил за 4 со сломанной крышей ладно хугарный вишневый ой дрянь но я кстати почти допил ой солнце вылезло нормально вылезал без пересвета вроде я говорю естественный природный контур свет теперь мы отделены от фона скажем так но бакешку как вы обратите внимание сегодня нету от этого как он зеленый экран называется хромакей да блин я все хочу хромакей купить попробовать поработать с ним шелдон кого-то услышал в болоте господи видишь бы не медведь смотри ага и лапу поднял смотри лапу поднял а зачем поднимать лапу ну он как знаешь как гонщик который вот так вот в стойке и нюхают он реально если подбежит вот к лисе или к волку он же будет как дурак гавкать а потом испугается и убежит же нет будет жрать главное чтобы сейчас в болото не ломанулся с этой уткой которая там крякает вишневый хугарден тянучка кстати сразу но это хотя бы без отвращения можно допить до конца компотик да прям максимально хрена никакого вкуса пива нету есть на таком вот очень послевкусии когда вся эта черешня проходит есть вот этот хугарденовский привкус но это именно привкус он очень на отдалении в нем надо разбираться это ощущение что немножко за лактожа на это все но какой-то лактоза можно баночка как будто вы знаешь такая есть смотрим что у нас показалось там или нет 45 алкоголь на заднем плане до медведь ходит да нет я имею ввиду вот там видишь хочу артур опять лайк не поставил да и света с сашей тоже и борис вон сидит тоже ничего не ставит а что такое-то я не понимаю а что сидим-то а мы в лес тут приехали снимаем контент для вас в черном он там трясется как не в себя колбасу ливерную плохую ест за нас за всех ребята родные спасибо большое что поддерживаете видео пальцами вверх или пальцами вниз мы за свободный youtube еще тут только нет свободный youtube конечно сейчас звучит уже не так как раньше да свободный youtube не такой же на свободно оказался не такой же youtube надо ну что там нашел да тут опять здесь есть все сок черной моркови лимонная кислота кориандр апельсин пектин яблочный ароматизаторы хмель на предпоследнем месте все есть просто все знаешь денис как бы я это попил бы наверно ну я честно вот я вот это второй раз не куплю как и вот это но если уж брать как сам факт я бы взял кучу льда вот просто как вот лена пьет обычно знаешь когда это лед лед ест и вот туда вот это и чтобы она подтаяла короче что вот эта приторность ушла от вот этого все то в принципе но я не понимаю почему вот как компания достаточно большая компания которая выпускает хугарден настолько небрежно делает этикетку да ну это же а зачем они работают на свой бренд у них есть бренд у них работает вот это вот тут ну типа же было видно что вишня ну я думаю что это что такое но этот персики вроде одно место растет пшеничные колосья какой-то апельсин и это он хурма сверху выращена что это вообще лук порей а и вот эти вот цветы очень похожи на цветки ванили вот это мне очень напоминает ваниль вот эта штука какая-то хурма соняга же колосок тут же растет неизвестно откуда пшеничные а это мандарины по-моему мандарин апельсин что-то из этого но у нас есть умные люди ботаники комментариях до которые смогут нам о ребята кстати прикол фотку мы у меня отдыхали была птичка мы достаточно хорошо сфоткали относительно на телефон может кто-то шарит на начале показал что это красногрудый как снегирь но это не может быть снегирь посмотрите пожалуйста я там сделал фоток что скажете очень много байта на комментарии да как будто бы как будто бы да о лена села в мох двигается как это легко было боже мой я очень люблю лес но я как бы блин не хочу входить пространство животных скажем так для меня это вот ты в нем живешь ли она я не хочу чтобы павлов я не хочу чтобы это в лошади хотя бы не хочу чтобы сюда заходили какие-то медведица которая типа что мы тут сидим сейчас такой гнезде шик у тебя рядом собака если собака спокойная она медведя почует метров за 300 вот эти клин за 300 да я за 300 не успею я чуть-чуть за 300 метров не успею медведи главные сержанами быстро тебе главное бежать быстрее всех остальных это я тебе покажу это может быть ради этого я и стал много бегать сколько медведь но 60 километров по лесу да легко легко же он как тепловоз блин даже деревья он еще вот эти ну такие-то деревья он вряд ли кто там третья локация еще будет ну и что может даже четвертая но я просто вижу уже нет четвертая локация будет если ребята поддержат видос мы увидим и снимем потом еще других локаций вот таких блин мне кажется даже прикольнее вот так как-то да единство знаешь что надо сделать надо напрячь члену попросить сделать бутербродики какие-нибудь там закусочки так может сейчас попросим нас бегать взять какого-нибудь водочки там не знаю что там обычно книжка во фляжках может что-нибудь взять и закрытую пробовать купить четыре фляжки в закрытую водку так попробовать армейские которые полулитровые что фляжки каждую до конца до там одна локация будет первые и последние первые и последние а потом дальше уже да а ты вообще не грибы не собираешь грибы слушай ну я с дедом очень много ходил я так и не воткнул прикола то есть ну типа ну как бы я не получаю удовольствие когда не нахожу грибы мне нравится находить грибы но мне вот этот мне больше люблю есть короче мне нравится просто гулять по лесу вот в формате как вы когда вы вот ходите за грибами я вам отвечаю лена как ходит за грибами она просто у дениса здесь такой же абсолютно они идут идут смотрят на звезды белый гриб ну то есть вот вы понимаете в отражении луны они видят что там грипп и они справа еще гриб я иду как дурак вот так вот просто в очках там с лупой со всеми делами я еще ни хрена не вижу то есть как бы не знаю есть наверное это как бы ну вот прям вот есть что это ваше то да да хотя мне очень нравилась история грибов детси доходила рассказывал какие грибы можно какие нельзя какие нельзя ну слушай грудит у меня не миколог был он просто сейчас мы уйдем что-то такое это к профиле уже он не занимался же он же не миколог но типа банально там вот это погиб это про ложный грибами рассказывать белый ложный же есть по-моему не белый красный называние белый-белый красных ложных не было вот но я так и не воткнул мне больше нравилось вот мы ходили я там оленей видел мне вот это все медитативная история а вы осенью за гривами ходили насколько я понял август август и сентябрь не нужно в конце сентября начинаются те которые для оленей но там олененки были нет ну два таких же вкусный на полях грибы собирали не там поле огромное понятно и к нему лес а потом олени не они нет на месте или рекреационно не оленя дед я не на охоту никогда не ходил я не сторонник охоты честно скажу от траву с дедом не собирал никакую можжевельник нет он это называл можжевельников и курил и ржал а ты как охоте относишься у меня есть ружье охотничьи автоматическое хорошая итальянская беннелли но гуляр денег я уже рассказывал на охоте я был пару раз на открытие охоты когда не привезли положили в канаву поперек меня положили мое ружье и сказали сейчас полетят гуся а это и вот как бы на этом моя охота закончена кучу и больше не было у тебя желания да я не люблю во первых зимняя охота которая у нас вот в ленинградской области как бы я так понимаю более котируется среди охотников там то ли сезон длиннее то ли еще что-то вот бегать зимой по лесу нет загоня как зимняя рыбалка для меня рыбалка ты хотя бы на жопе сидишь понимаешь может быть даже вокруг тебя будет палаточка какая-никакая а зимняя охота это когда ты в загоне а потому что ты молодой их поставит на какой-то номер чтобы там зверя ждал ты будешь километров 20 а то и 25 бежать по лесу под вот по пояс с него ну да это же и кого-то гнать куда-то и мясо тебе дадут еще меньше чем всем остальным потому что ты не настоящий охотника загонщик но мне меня это смутило первый раз короче я хотел на охоту сходить я нормальный человек я понимаю что мясо не растет на деревьях но хотел и вот серёжа это брат лены он показал фотку момента когда значит они забивают животное но вот эта разделка идет это вот выглядит кадр как будто бы должны показывать по пятому каналу типа найдены останки лося как на нтв знаете передача как криминальная россия пол называлась и вот для меня вот это я такой тип вы чего как ошалевшие вот это все яб и ребята и без обид я бы у меня очень много охотников знакомых нормально все просто я наверно неженка в этом плане но хотя скорее всего если надо было что-то есть да вот условно в условиях там леса еще что-то наверно конечно я бы стал охотиться с луком и чесноком мы же посмотрели фильм про шахматистов про карпова и этого фишера нет не фишера а кара 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 да во первых тем самому фишер тоже был но он был там по постольку поскольку что типа он отказался играть с ним ему дали победу это было политическое решение мы не заговорили с тобой а не факт фишер бы трахнул их всех но не факт они сиканули чтобы не советский союз наверное скорее всего не дать если что вдруг может они шансы какие-то там я очень высокого мнения товарища кара 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 но я считаю что фишер по тем временам бы их обоих в закрытыми глазами было ну бог его знает мы сейчас не божьего об этом судить короче фильм офигенный я тебе могу сказать и после этого мы посмотрели про пожарных так пожарные правильно да не пожарники а пожарные вот и каши фенку кончено говно хоть там и хабенский играет которому меня у меня какое-то уважение осталось с убойные силы типа зашивая бойная сила для меня это прям вот ну не знаю любой улица разбитых фонарей недавно пересмону это я уже рассказывал 100 миллионов раз так вот там показывали эти пожары все как это все происходит суши но это страшно но когда вот именно леса горят вот этот потоки воздуха как проходят вот это все ты верховые пожар да 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 ты видел да вот это вообще видел своими глазами видел блин это страшно если это реально так это очень быстро ты не успеваешь испугаться ну вот эти потоки да проходит а еще кое-чего мы недорассказали из-за чего мы еще все пошли чтобы ужин-то приготовить денис покажет вам рачок я скорее всего рачки я не очень хочу обрабатывать это я покажу короче мы за сморчку все пошли и строчков это не сморчки строчке вот так выглядит очень вкусный гриб если я еще нашел очень интересное образец трудовика никогда не видел чтобы они росли в таких местах ука чуть-чуть тортовик он растет об этом когда это сектор завариваю суть вовсе нет это трудовик но обычно они растут и судя по всему осталось вот этот в бревен ну бревенчатая фигня я думал что он нам ху растет а для меня это как бы такая загадка не скорее всего здесь лежит бревно а ну вот она а это от него древесный древесный уроки микологии на тбп вот здесь вот судя по всему они себе избрали локацию для произрастания именно вот эти лакопы потому что их здесь вот они растут именно почему то есть тут внизу везде вот как бы типа не смотрите что он стрёмно выглядит на самом очень вкусно он про гриб не про меня не но еще раз повторюсь это все-таки строчок не надо говорить но это тоже ты говорил который соевым соусом лучше и все нет это тот который надо все-таки предварительно хотя бы там но не сырым два раза отмочить для выварить важное включение мы нашли яйцо кукушки желтона только не давай а это ничего что ты так сейчас взяла мама же будет уфигасу что любимого цвета на перепелиные похоже прикольно да и чего ты оставишь она подкинула его кому-то я не знаю не уверен что это кукушка здесь вот любителя орнитологии напишут комментариях опять что мы нашли и чье это но она лежит рядом с дорогой и навряд ли она скажем так выжить то что здесь ночью минусовая отрицательная температура и там навряд ли что-то живое скорее всего просто либо либо куда-то если это кукушачье все-таки яйцо либо это все-таки куда-то нанесла чтобы подкинуть либо еще что-то но ночью минус это живым быть не можем положено сушки мы сейчас здесь были я не знаю для кого мы это показываем ну да конечно это бы так выглядят муравейники после еще практически из 5 после зимы да не тут видно что шевелится что-то они только-только ходы подкрывали и пока еще особой жизни здесь незаметно вон смотри сколько их там они все такие сонные и темные это все муравьи видно а такой вот лес не ну мы здесь сидеть не будем что я могу сказать мы умеем найти себе приключения я сейчас просто покажу как как мы все это сделали для того чтобы увидели родничок сейчас покажу как это все происходит вот эта картина не спрашивайте сейчас расскажем почему она здесь мы сидим у родника причем ну такой как бы я думаю какой-то аутентичный вот такая красота люди очень часто ходят в лес за водой чистой ставят штатив в ручей и снимает себя бри на самом деле штатив стоит максимально странно для аромат это пожалуй самое вкусное что я сегодня пила тут пока мы выходим на вода реально да вот на такой бы самочи сделать можно как заморочить заморачиваться и лягушка маленькая слышишь быстро может заморочиться могут отсюда привозить воду на ней делать ну а чё ну этого была бы история это уникальный дам на время к баррад погоняйте самогонный я уже другой аппарат погоняю за 4 он саре лягушонок проснулся уже надо бреть и лягухи эти рассказывал как они меня сломали насос собой ну давай еще раз даже если я не слышал между дренажный насос стоит и по весне естественно все тает но настолько все подтаяло что там целое поселение в этом появилась в насосе их естественно переколбасила вот но какие-то особо прытки лягушки остались там жить внутри насоса насос не работал уже не так я достал но мне как бы искренне жалко ли я не общение живодер честно вам скажу но там был какой-то пипец кровавое месиво в аду ну да я хочу сказать что насос они сломали в итоге 15000 сразу в минус лягушки да не знаю кости моего там жирная лягуха была жирная вот переколбасила малыши пошли в сам насос жить в этом приключении эти говорю тарантино отдыхает при нам надо будет такой сделать вылазку за грибами когда поедем я прям вот так поснимал бы реально прикольно давай это хочешь инвайт плюс но ты есть честно в этот честно сладкая липкая фигня вот это прям честно вот на уровне вот вот трофе вкуснее хочется заесть ну да рыбка конечно сужить маленькая проблемка возникла денис я так не могу сдвинуться поэтому помоги мне пожалуйста хочешь hoppers днящик о 721 это же как твой любимый егор почти в первых не мой любимый тайп ну ты последнее время что часто покупаешь кое часто вот и покупаешь и меня щуки и меня между прочим под это подбил я уже знаешь у меня прошли эти годы когда егор рекой лился реально вкусно с кожей да есть с кожей или чиние пищи я сказать по правде ни разу такого похожего даже не видел в продаже чаще всего сушит вот эти знаешь к маленькие щучки весьма кстати вкусно чё за маленькие щучки ну карандаши если больших пуляют на фарш на котлеты там еще на что-нибудь а маленьких вялят но у нас фасольки продается очень вкусные я должен сказать что это тоже не особо большая щука была вот такая примерно ты мне можешь объяснить ничего не так делала ну помимо того что я не могу просто сдвинуться потому что если я сдвинуться мышцы я буду там плавать просмотров будет до хрена я согласен но не в просмотрах счастья не в их количестве но пожалуй это самая вкусная закуска которую сегодня попробую мы вчера еще брали от этих ребят кальмара другого белого плачеву губки бабки я пожалуй даже еще одну наверно и про сольных хорошо да так вот дебет с кредитом я понимаю почему они берут маленькую щуку потому что мне чувствуются абсолютно мелкие кости да и можно так и есть было очень вкусная штука деньги пришли за что пока не знаю смотреть откуда ты по звуку определяешь вибрацию спасал специальную вибрацию на банковский сама операция чтобы уже смотришь а там все ушло не чтобы начинать радоваться меня на тебя на своя вибрация стоит я познаю что ты будешь звонить если реально что-то такое случилось или не будешь звонить и спрашивать как дела это с очень на меня не похоже да ты никогда так не сделаешь максимум что ты сделаешь напишешь а если ты звонишь и значит что-то важное это последний раз ты мою статистику подорвал сразу скажу от себя мне хуч не понравился не потому что фи фи фа фа просто потому что какой-нибудь ягуар какой-нибудь red devil если его найти и тот же самый я бы ребята я редко пью но иногда реально просто хочется говна оттетерить вот этого от него какой-то другой алкогольное опьянение идет вот я уже замечал и как будто бы вот а немножко его иногда не хватает она дурноватая куда она больше такой в дурные уходят а вот это ну не знаю ерунда какая-то непонятная никчемная сладкая вода здесь вот начинается кстати если не лень сейчас можно будет дойти показать старое финское кладбище которое еще дореволюционное понятие что прям до настоящего заросли естественно да ну там на гробе все видно когда еще финляндия было это да сейчас дойдем когда ребята вы еще побывайте на кладбище один раз кстати кладбище нет сука я ненавижу кладбище умеет знакомая знакомая я хочу заменить которая успокаивается на кладбище на это мне нравится походить по кладбищу так там спокойно никто не беспокоит это сейчас серьезно абсолютно на серьезных чах и гришь то ну не знаю она за она занимается маркетингом ну нет она вдохновление ищет на кладбище но она это не дело не в могилах а просто я хожу там спокойно нет какой-то суеты типа это прикольно я такой ну да окей удалить максимально странно я не люблю кладбище мне с детства почему-то это за сация знаешь каких-то ворон и когда кладбище это значит это какое-то горе должно у кого-то произойти там не знаю у меня вижу мета как бы дед только умер бабуля этом году или в том году в конце года короче и для меня вот это такое как бы совсем чё давай следующая конфеты халявные я буду честно говоря если бы не шел сейчас вот ну как человек это мы сейчас да мы в лесу находимся мы не то что в кого-то парке ребята просто если бы я сейчас шел например погулял бы с кем-то и увидел вот такую картину это мега странно это максимально странно я бы сказал два чувака поставили бревно сидят около значит какого-то сосуда с водой куда течет вода здесь у них стоит камера о чем вы его подумали ну топ это понятно лы ды 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 балды слушай ну твой прогноз то кстати сбылся я хочу сказать по поводу отсутствия дождя да 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 я сегодня просто максимально днису горю диня бля может хотя вчера у меня глаза горели это кубы иди давай запасим такой ну давай ладно а с утра уже у него глаза горели и он включил вот режим поиска дождя на гисмете он на всех возможных ресурсах европейских подключил все чтобы просто понять что доказать самому себе главное мне что здесь дождь будет мы за пять минут до выхода за пять минут до выхода сюда он мне он мне показывал на карте что вот это вот озеро вот где мы находимся на химовская пускай вы знаете название его смотри вот сейчас через 15 минут вот этот облако сюда подходит и все там ливень говорит лёша а там знаете вот это есть темные облака серые и светло-серые вот светло-серые которые там пятипроцентная вероятность осадков вот именно эти пятипроцентная вероятность осадков закрывала как раз ту локацию где мы сейчас находимся ну да ну слушайте просто потому что я приехал на дачу к денису без всего я типа ну ну да мы вот эти вот сапоги ему в ленте купили дубленка как вы понимаете тоже не моя ну кстати дубленка мне это нравится она теплая шупопис просто вот и если бы подготовиться я бы взял там подштанники взял там не знаю шапку бы взял перчатки я как-то люблю подготавливать очень много имбиря реально вот прям настоящего не до 100 процентов нет накута настоящий имбирь сужи это на джентоник похоже он прозрачный ароматизатор это настоящий мир только ты видел свеже отжатый имбирь как выглядит красный не был такой если он не успел окислиться моментально окисляется во первых на возра на возле нет он из такого достаточно ярко желтого 1 абсолютно мутного сока если он поставить перес чуть-чуть перестает на воздухе он окисляется становится такой мерзотно-коричневый такой какашечный цвет именно сок моментально окисляется и вот я могу сказать что здесь натурального сока скорее всего нету так этот джентоник ну по вкусу ну именно джай ароматизатор пищевой натуральный тип имбирь ну естественно блин ну тем не менее это напиток изготовлен на основе пива заявлен мне нравится у металла лучше что вот это чем вот это чем хуч да гораздо лучше а мы сама будем пробовать его европейского написано давай не знаю чем он отличается от азиатского нам осталось немножко ли мы счастлив батарейка сдохнет но батарейка лёша в воду упадет одно из двух ребята если вдруг звук пропал напишите об этом комментарии это звуя то еще озвучку сделаю просто и все там просто на грани акум да да ты суп решил свалить никак от доставать теперь видел и недавно или микроорганизмы следят да не достанем аккуратно меня недавно попался видос китайский может японский не хочу обидеть китайцев и японцев просто я не ну как бы мне эту резину просто не раскусить блин вкусно к чему я там там короче очень тенистый там там короче в пятитонном порядке если не больше готовят суп у красавца одобряю сука я за и там ведется 25 минут там до зажарки я даже не как называется даже не комфорка это как будто просто газовый баллон наш огромный матри активного самолета на мой стоит такая фигня это не прикинь запаковывают в контейнеры это только одна типа на русская 100 производства типа знаешь как у нас гроуфуд у нас гроуфуд это кусок говна же это бред это очень чего гроуфуд знаешь такой гроуфуд у нас да где палочки находили да а в китае они кстати мне рекламу предлагали мне тоже я их брал рекламу 5 или 6 лет назад спасибо больше не буду я причем реально ел заказывался эту еду до поры до времени пока меня не это не принесла возможно мы понесло из-за молока не молоко делают не они протри у тебя города сами европейском очень понравился нормальный он он очень тинистый очень невкусные текстурно резина резиной нормальный простейнера вот единственный плюсик который можно вот из пальца вы снять его на стекле вот этот сом и мыши здесь ну я его доем реально до вкусно мне нравится такой помнишь нашу поездку в новосибирск в академгородок но помнишь мы с тобой когда перед вылетом купили водки всякого всякую тысячу взял эту вид перепели на да да сука я там почти половину сожрал этого всего да еще я приехал домой я тебе раз не ну не раз в неделю раз в две недели покупайся перепелиные яйца но я делал я обожаю классе я понимаю сальмонеллез понимаю паразиты температура этой самой есть варики когда даже у перепелки это может быть есть варианты и все равно лучше мыть перед тем как что-то делаешь это согласись если ты покупаешь вот именно от фабрик вероятность меня от фабрик да если не на рынке купил у бабушки нас фабрики скорее всего все нормально будет и я делаю ну так называемый классический гуголь-моголь когда просто берешь сырое яйцо в верну с перепелиная не колется там заряжаешь яйцо выдавливаешь его делаешь миску вот такую вот там немного соли немного черного перца я иногда добавляю либо в устр либо соевый соус совсем капельку и после этого просто беру булку или хлеб белый боже это вкусно и вот это вот маленький кусочек когда кидаю они размокают в этом всем это это ешь я это обожаю это с детства люблю меня почему-то прабабушка свое время приучила бабмания которая а у меня никто на даче постоянно у нас гуголь-моголь был а у нас она еще делала как бы обеденный вариант то есть типа поесть но реально поесть чтобы было сладкий вариант а я понял то есть можно было взбить вот это вот все сахаром да можно с солью и перцем и сладкой тоже белая булка это все на как сгущеночка такая но вот это звучит не очень с другой стороны я люблю гречневую кашу с молоком и сахаром поэтому на эти детские трагедии когда тебе давали макароны в молоке с сахаром я не хочу еще скажи вслух то произносить но мне в детстве реально нравилось но я не меня трясло я вообще не мог это в детском саду у меня одни из первых детских воспоминаний это как раз вот это вот джушево это но я недавно я как на гугл год на полтора назад попробовал я такой типу блин это бливантин полный свиздец я еще понимаю гречку понимаю да там хотя бы у гречки есть какой-то вкус и когда макароны я макаронная душа но сладкие макароны это хотя вон игорек же ты знаешь сахар он берет макароны отваривает туда сливочного масла и сахаром засыпает душу ты понимал для меня вот это вообще не говорю какой ну игорь наташин я пару раз это я не могу я не могу это даже смотреть чтобы вы понимали то есть я прекрасно но я не осуждаю людей кто ты ну нравится нравится кому-то стрёминг нравится кому-то то нравится на то это продукты что они должны нравиться может как кому-то я кстати сто лет не ел сустойник вот и столько же ты не поешь ладно ребят мы потихонечку закругляемся сейчас еще дойдем до финского кладбища лёша вам обязательно это покажет так в целом в общем от души надеюсь данный формат достаточно интересный ну как вы понимаете что мы не особо про пиво канал поэтому у у нас все по-простому если вам понравилось мы возьмем на вооружение и сделаем следующий на на с крепкими напитками погуляем мужика тепло будет вдоль речки до вдоль речки погуляю там очень красивые тоже виды и также поснимаем вот но если что поддержите нас пальцем вверх с вами был денис алексей и т.б.п. сейчас будет вставка если вот обратите внимание вот эти вот ряды камней это все надгробия вот а вот на этом он даже видно сейчас я покажу здесь так не видно вот здесь то точно будет видно вон видите если расчистить всего от если расчистить все от амха то на каждом из них можно какие-то буквы цифры найти и вот дальше она идет еще метров 50 наверное и правда дерево он упал а поэтому плохо видно ну и скажите после этого в каком пивно ушел вам показали бы старое кладбище финское кстати говоря здесь останавливались автобусы с финскими людьми которые ехали на экскурсии питер там побухать и все остальное и реально сюда приходили и как бы смотрели вот на эти захоронения а вот там я уже крыши вижу там как будто бы уже что-то не сдал да и достаточно много камней памятника